Общее сведение. В первоисходное с оптиками элитом симптоматика была описана в 1870 году. К 1894 году французский врач Девика писал 16 случаев оптиками элиты и предложил выделить это заболевание в качестве отдельной нозологии. Однако длительный период в клинической неврологии болезнь Девика считалась одним из тяжелых вариантов рассеянного склероза. Лишь в концу ха-ха века достижения в исследовании патогенеза демилинизирующих заболеваний позволили считать оптиками элит самостоятельной нозологической формой. Наиболее распространен оптиками элит в Юго-Восточной Азии. Основной контингент заболевших составляют женщины среднего возраста. Хотя возрастной диапазон манифестации первых клинических признаков варьирует от 1 года до 77 лет, в большинстве случаев дебют оптиками элита. Приходится на возраст 35-47 лет. Женщины более подвержены заболеванию. По различным данным на один заболевшего мужчину приходится 2-8 женщин. Оптиками элит в речи на оптиками элита. В настоящее время оптиками элита относят к аутоиммунным заболеваниям, хотя его патогенез не полностью ясен. Специфические для оптиками элита антитела НМА и ГГ были определены в 2004 году. Они выявляются у 65-73% больных и отсутствуют у пациентов с другой аутоиммунной патологией, типичными формами рассеянного склероза, рем или иными воспалительными поражениями ЦНС. В 2005 году в городе был найден белковый канал Аквапарин-4, являющийся мишенью для антитела НМА и ГГ. Аквапарин-4 располагается преимущественно в тканях спинного мозга, в головном мозге, перевентрикулярной и в области гипоталамуса. Он локализуется в отростках астроцитов и стенке сосудов, формирующих гомотоэнцефалический барьер. Повреждение белковых каналов антитела НМА и ГГ приводит к повышению проницаемости гомотоэнцефалического барьера, свободному проникновению. Через него других иммунных комплексов с развитием аутоиммунного воспаления. Морфологический оптика МИЛИТ сопровождается некрозом белого и серого мозгового вещества образованием зон демиолинизации. Патологические изменения затрагивают спинной мозг, зрительные нервы, гипоталамус и хиазму. В зонах демиолинизации перевоскулярно при оптике МИЛИТе обнаруживается отложение ГГ. Хронические спинальные воспалительные очаги представляют собой кистозную дегенерацию атрофию и глиоз. В ряде случаев наблюдается формирование полостей, характерных для серенга МИЛИ. Одним из компонентов морфологических изменений при оптике МИЛИТе практически во всех случаях выступает аутоиммунный воскулит. Симптомы оптика МИЛИТа базовыми проявлениями, характеризующими оптика МИЛИТ, являются оптический неврит и воспалительное поражение спинного мозга МИЛИТ. В 80% наблюдения неврит зрительного нерва предшествует развитию МИЛИТа, который появляется не позже, чем через 3 месяца от дебюта зрительных нарушений. В 20% случаев оптика МИЛИТ манифестирует симптомами МИЛИТа, а затем присоединяется оптический неврит. В литературе и по неврологии описан ряд случаев оптика МИЛИТа 9К, при которых появление неврологических проявлений предшествовали. Лихорадка, ОРВИ или другие инфекции. В отдельных случаях оптика МИЛИТ развивался на фоне других аутоиммунных заболеваний, ревматоидного артрита, СКВ, синдрома, шегрена, антифосфолипидного синдрома, аутоиммунного тиреоидита, няктромбоцитопенической пурпуры. Оптика МИЛИТ, как правило, протекает с двусторонним поражением зрительных нервов. В дебюте заболевания пациенты отмечают нарушение четкости изображения появления пелены перед глазами. Возможны болевые ощущения в орбитах. Известны случаи субклинического течения оптического неврита, диагностируемые при проведении офтальмоскопии. После затихания острого воспалительного процесса может наблюдаться некоторое восстановление зрительной функции, в других случаях наступает полная атрофия зрительного нерва и слепота. Сопровождающие оптиками ЛИДДВК спинальные поражения могут носить полный поперечный, распространенный продольный или частичный поперечный характер. Клинически они проявляются нижним парапорезом или тетропорезом, спастической мышечной гипертонии, атаксией и дискоординацией. В конечностях – расстройством чувствительности ниже уровня спинального поражения, вегетативными нарушениями тазовой дисфункции, Недержанием кала и задержкой мочи Примерно у 35% пациентов с оптиками ЛИДДДОМ наблюдается симптом ЛИРМИТА, идущий в каудальном направлении, резкий прострел возвоночника и радирующий в ноги. Возможно крампли, периодически возникающие в ногах. Отличительной особенностью оптиками ЛИДДДОМ является распространение патологических изменений на три и более спинальных сегмента. Оптика ЛИДДОМ может иметь монофазное или ремитирующее течение. Последнее составляет до 85-90% случаев. Оно характеризуется периодами обострения и относительной ремиссии. При этом возможно как совместное обострение неврита и мелита, так и раздельное появление их атак с временным интервалом до нескольких месяцев или даже лет. В первый год заболевания рецидив отмечается у 55% пациентов, первые три года у 78%, первые пять лет у 99%. Монофазная оптика миелита отличается прогрессирующим развитием одновременно миелита и неврита без последующих рецидивов. Диагностика оптика миелита в ходе диагностического поиска наряду с анализом клинической картины невролог опирается на данные исследования спинномозговой жидкости и магнитно-резонансной томографии. Необходимо дифференцировать оптика миелита от острого рассеянного энцефаломиолита, рецидивирующего ретро-бульбарного неврита, миелопатии, рецидивирующего миелита. С целью забора цереброспинальной жидкости, ликвора, проводится люмбальная пункция. В острой фазе заболевания анализ ликвор выявляет плеоцитоз свыше 50 клеток в 1 кубический миллиметр. Типичные для рассеянного склероза олигоклональные антитела определяются менее чем у 20% пациентов. Проводится также исследование крови на антитела НМА и ГГ. Кроме того, в крови у пациентов с оптиками и литом ДВК могут выявляться антитиреоидные и антинуклеарные антитела. Офтальмолог осуществляет проверку остроты зрения и осмотр глазного дна офтальмоскопию. Последнее даже при отсутствии клиники оптического неврита может выявлять стушаванность, бледность и отек диска зрительного нерва. Более точно диагностировать поражение зрительного нерва позволяет исследование зрительных ВП. МРТ позвоночника визуализирует очаги поражения, охватывающие два и более спинальных сегментов и обычно имеющие некротический характер. При этом МРТ головного мозга выявляет демиалинизацию зрительных трактов. В некоторых случаях патологические изменения могут визуализироваться в области гипоталамуса. Другие церебральные структуры, как правило, остаются интактны. МРТ картина в виде распространенного спинального поражения и отсутствия очагов в головном мозге позволяет дифференцировать оптиками и лит от рассеянного склероза и рем. Абсолютными диагностическими критериями оптиками и лита выступает оптический неврит, острый милит, отсутствие клиники иных поражений. Вне спинальных структур и зрительных нервов. Диагноз подтверждается наличием один из больших подтверждающих критериев интактность церебральных структур по данным МРТ патологические. Спинальные очаги протяженностью боли вторых сегментов плеоцита сликвора свыше 50 клеток в одном кубическом миллиметре. Новым дополнительным критерием оптиками и лита является наличие НМО и гагантител.